Я хочу рассказать вам одну очень странную историю, которая произошла со мной и с Арианой в Стране Чудес в прошлое воскресенье. И то, что случилось потом. Если вы еще не смотрели видео об этом на канале Ариана в Стране Чудес, обязательно посмотрите. Так вот, в тот день мы просто гуляли в парке. Погода была отличная, и нам нужно было собрать очень много листьев для урока труда. И вдруг мы увидели это. Вон там еще есть. Ну хорошо, идем. Много так много. Вот еще есть. И там. А это еще что? Вот это да. Что это такое? Настоящий мейский дом. Я не знаю. Неужели настоящий? Посмотри, там и кровать есть. Ну, по крайней мере, очень похоже на него. Ты снимаешь? А то нам никто не поверит. Да, конечно, снимаю. Думаешь, его кто-то построил и принес сюда? Я не знаю. Здесь так редко ходят люди. Кому вообще это может понадобиться? Именно так все и было. А потом Ариана решила, что их срочно нужно переселить. А давайте мы починим и украсим. И сделаем все новое. Мебель, посуду, чашечки, чайники. Может, даже печку или маленькую кухню. А это идея. А можно вообще построить новый дом. Эх, жаль, что Кэнди с нами нет. Это же кот-следопыт. Она бы обязательно нашла эту фею. А вдруг их здесь много живет? Да нет, кровать же одна. Не могут же они на полу спать? Да, он такой старый. Там даже двери нет. Эти улитки что, охраняют вход в дом? Вы, наверное, уже видели каменный дом для фей, который им сделала Ариана? С бассейном, колоннами, лесенкой и маленькой дверкой. Здесь он еще не закончен, и вы можете видеть его изнутри. Вот такой симпатичный двухэтажный домик. Но мы решили сделать кое-что намного интереснее. Ведь в книге фей, которую Ариана нашла в лесу, есть фото настоящих домиков фей и их мебели. Для этого нам понадобятся сухая кора, ветки, шапочки желудей, шишки, орехи, шпагат, цветы и ягоды. И все-все, что вы сможете найти в парке, лесу или у себя в саду. Что же нужнее всего феям? Как думаете? Стол, стулья, диван, а может быть качеля? Качеля! Точно, качеля! Ведь они так любят качаться на ветвях деревьев. Почему бы не сделать им настоящую качелю? Для этого веточки закрепляем по две вот таким образом, чтобы на них можно было установить перекладину для качели. А украшать будем листочками и ягодками. Вот такая качеля у нас получилась. И добавим маленький кусочек коры. На самом деле ее можно было украсить чем угодно, но у нас ночью был сильный мороз. И эти листья опали еще зелеными, поэтому ими тоже будем украшать. Думаю, феям понравится. Из кусочка коры сделаем стол для них. Отламываем четыре палочки-ножки одинаковой длины. И стол готов. Но почему он пустой? Нужно это исправить. Из шапочек от желудей получатся отличные тарелочки. И чашечки. А что это? Настоящий фейский чайник? И в него можно даже налить чай. Вы представляете? Я просто добавила ручку и носик из веточки. И ножку из коры. А еще у них теперь будет настоящая сахарница. И мы с Арианой насыпем в нее сахарную пудру. И это тоже две шапочки от желудей. С кусочком коры вместо ножки. А может покласть туда измельченных цветочных лепестков? Получится такой себе витаминный салат для фей. А как же ложки и вилки? И другая посуда? Думаю, это все тоже пригодится. Так-так, что бы еще такое придумать? У нашей домашней феи в саду есть цветочная арка. Сделаем и им такую. Эту арку сделала сама природа. Украсим ее цветами. По-моему, ничего получилось. А вот что сделать из скорлупы и ореха я так и не придумала. А какие у вас идеи, ребята? Что еще можно сделать для них? Обязательно пишите. Думаю, им тоже нужно где-то сушить одежду. Цветочные шляпки и платья из лепестков. А еще Ариана нашла в лесу вот такой кусок коры. Мы приклеили к нему ножку. И вот что у нас получилось. Настоящий фейский диван за две минуты. Как он вам, ребята? И у нас дома оказалась уйма мебели, которая, мы думаем, тоже подойдет. Вот такая тумбочка. А для маленьких фей целый комод. Деревянная кровать с подушками. И тумбочка к ней. Скамейка. Столик. И еще один. Коробочка из коры с фейской пыльцой. Украсим и ее цветком. А какая табуреточка в виде крошечного пенька. И для украшения у нас есть не только цветы и ягоды, но и грибы. Ковер из зеленого мха и даже обои для кукольного домика. Маленькие книжечки, чтобы феям было не скучно долгими зимними вечерами. Волшебная дверь. И, конечно же, напишем феям письмо с желанием. А вдруг оно исполнится. Ну что, пора ехать в лес. Возьмем с собой и этот маленький садовый башмак-вазон. И приготовим угощение. Вот таким домик феи был раньше. А теперь... Вы только посмотрите, какая красота! Сколько всего! Как думаете, какая лучше? Маленькая или побольше? Мы положили в корзинку немного фруктов. Все уже почти готово. И наш стол... Диван для фей. И даже маленький щенок. А что? У феи тоже должен быть питомец. Еще один чайник и чашка. Книги. И немного фруктов. И дом, про который уже есть видео на канале Ариана в Стране Чудес. Обязательно посмотрите. И в самом домике теперь намного уютней. У феи теперь есть подушка, одеялка и даже комод. Мы оставили ей ее маленькую кроватку. А какой пол из мха! И сам дом мы тоже украсили. И маленькая качелька. Наверное, фее она понравится больше всего. Ребята, что из фейских вещей понравилось вам больше? А что бы делали вы, если бы нашли такой домик в лесу? Немного уберем сухую листву. И оставим ей подарок. Теплый зимний шарфик. И, конечно же, письмо с желанием Арианы. А вам, как кажется, какой домик лучше? Тот, который был до этого? Или вот такой, со множеством милых вещиц? А может, настоящий каменный с бассейном, сделанный Арианой? Напишите в комментариях. Возможно, мы даже оставим им свою фейскую дверь. Ведь она тоже волшебная. Как здорово! С дверью он стал еще красивее. И она открывается. Не забудь подписаться, чтобы увидеть продолжение этой странной истории. А также заходи в инстаграм Арианы. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok